Я предложил участникам, их тут уже за 60-75, написать имя и откуда они, просто чтобы увидеть географию. За 60-75 это возраст? Не уверен. Уже 78. Слушай, у меня еще, знаешь какой этот самый, я не знаю, как у тебя это происходит, я, например, поняла, что всякие телесные классы проходить сидя, это как-то странно, потому что это очень сильно ограничивает, вот, и я не хочу никому ничего навязывать, я просто напоминаю, потому что, мне кажется, иногда такая опция просто в голову не приходит, значит, обычно, типа, если нахожусь в мониторе, значит, сижу, вот, соответственно, вы можете посмотреть, может быть, вам не обязательно сидеть, и вы можете, ну, найти какие-то другие формы существования перед экраном, для этого, может быть, экран придется как-то поставить более удобно. Мне кажется, можно даже не обязательно видеть экран, что особенно, когда мы перейдем к практике, просто сразу, что можно там... А ты вообще собираешься что-то показывать? Ты знаешь, есть такая возможность, я пока не уверен, но я, на всякий случай, заведел видео. Понятно, да, просто экран еще и фиксирует положение головы, если мы все время смотрим в экран, у нас получается, как бы, голова фиксируется, а дальше все тело, которое ее поддерживает, тоже фиксируется в одном положении, поэтому... Да, прям, отвернуться от экрана, это вариант. Ты выключила видео, отвернулась и выключила видео. Нет, я сейчас просто смотрю, у кого там заработал микрофон, чтобы человека отключить, вот, а когда я это делаю, то меня становится не видно. Саша, может, это может делать кто-то, кто сидит с ноутбуком, которому не нужно постоянно переключаться. Да? А ты сидишь с ноутбуком? Угу. Слушай, а ты можешь сказать, как тебя там зовут, Настя, и что, может быть, Тёма тебя тоже какой-то назначит? У меня просто Анастасия написана в латинском и буквами. Просто вдруг ты не одна. Ага. Что я сделал? Сделал? Класс. Должен был. Спасибо тебе большое, Настя. Окей, ну что, я думаю, можешь начинать? Да, я готов. Давай вкратце, просто, ну, так как люди здесь появились, наверное, они пост прочитали. И в посте, в общем-то, всё написано. Вот, я просто для порядка скажу, что Тёма, как правильно сказать, что ты somatic tutoring, да? Или ты, можно сказать, что ты somatic терапевт? Да, я могу. Да, я somatic терапевт, подходит для EMT. Ага, окей. И Тёма достаточно много занимается и телесной осознанностью, и движением, и танцем. И вот дыхание, это, как бы, можно сказать, один из базовых паттернов движения. Вот, и интересно, что в дыхании задействовано всё тело, и вся его эмоциональная начинка, и вся его физическая начинка. Вот, поэтому дыхание является дверью во многие вещи. Вот, и у Тёмы будет курс про дыхание. И он мне на днях написал, сказал, Саша, про мой курс до сих пор никто не знает, а курс уже скоро начинается. Я говорю, слушай, ну это непорядок, такие вещи нельзя пропускать. Давай сделаем открытый класс. Тёма сказал, конечно, давай. И вот мы решили всех собрать на открытый класс, и вот этот класс сейчас состоится. Запись класса будет. Вот мы сейчас записываем, и дальше мы её выложим. Я думаю, что прямо в блоге «Тело мой дом» мы её и выложим. И ещё там в посте, под постом я написала, что класс бесплатный, но у вас есть возможность перевести донейшн, и там стоит номер телефона, на который можно перевести донейшн, если вы хотите. Вот, соответственно, все ссылки тоже на курс, на Тёмин, они есть под постом, мы не будем их сюда в чат кидать, я думаю, что вы прекрасно всё найдёте, если вам надо, либо где-то на английском напишите. Тёма, тебе слово. Да, я хочу добавить. Да, у меня такой вопрос, знаешь, тебе как будет удобно с моей стороны? Тебе нужны какие-то виды поддержки, кроме такого, как сказать, обнимающего присутствия? Ну, то есть я буду, я, например, точно могу что делать, если люди будут писать какие-то вопросы в чат, ты можешь, например, их там не заметить, я могу там сказать, что есть вопрос в чате, или там озвучивать его, или ещё как-то? Да, сначала я хочу добавить, но я говорил, ты отсутствовал, я сделал ещё прямой эфир в Фейсбуке, и эта запись будет там тоже, на моей страничке, и она там останется. Второй момент про поддержку, да, и я думаю вообще про структуру. спасибо за анонсы, что представила меня. Это была первая часть структуры, то, что я думал, что мы представимся. Может, Саш, ты тоже представишься, что, я не знаю, может, есть люди, кто не знает тебя. А, ну ты проговори до конца, я потом представлюсь. Да, и я думаю, что мы сделаем практику вначале, то есть я за то, чтобы подвигаться, подышать до вопросов и всего. Будет немножко теории, я попытаюсь сделать прям мало её, и потом будет время на обсуждение, на вопросы и на ответы. И вот здесь было бы классно, если, Саш, ты поможешь как-то профессионализировать, прокурировать. Можно вопросы писать в чат, можно англитить себя и спрашивать что-то. На что смогу, я отвечу. Не уверен, что на всё смогу. Ну да, я планирую встречу на час, то есть практика будет там минут 30-20, и потом просто все, кто не хочет участвовать в разговорном жанре, и кому достаточно, вы можете просто выйти, и вообще вот всё время посередине можно выключать видео, то можно про то, что Саша говорил, и не смотреть вообще на экран, и не только идти за голосом. Можно вообще там отвернуть, отвернуть экран от себя, или самому идти куда-то в пространство, сидеть, бежать. В общем, делайте всё, что хотите. Больше как-то про тело, и тело чуть больше, чем вот этот вот квадратик. Я тогда ещё могу добавить, что в принципе Zoom будет работать, даже если вы отключите экран. Вы будете всё слышать, можно в принципе отключить, он тогда не будет привлекать ваше внимание лишний раз. Вот, и тогда может быть ещё такой комментарий, что по ходу практики не надо задавать вопросы, по ходу практики мы рассчитываем, что вы будете практиковать, и мы не будем в этот момент сами смотреть в экран и читать, скорее всего. А потом можно задать вопросы. Да. Да. Могу про себя сказать, я тоже как-то терапевт в соматическом и бодимайнд подходе, и бодимайнд-гештальтерапевт, и вот сейчас учусь на травму терапевта. Вот, и делаю всякие движухи телесно полезные, и вот через блок тела «Мой дом» всё вот это как-то проявляется, осуществляется, и формируется какое-то сообщество такое людей, которые относятся к себе ненасильственно и исследуют себя через ощущение, через проживание своего тела. Вот, ну и мы с Тёмой пересекаемся на многих каких-то полях с удовольствием. Да. Всё, давай тогда, поехали. Слушайте, ну я, наверное, хочу для начала показать видео лёгких, и мы не будем сейчас разбирать, что такое лёгкие, как они устроены, всё вот это, просто посмотрите как-то очень интуитивно сейчас на эти видео, и пусть просто войдёт в вас то, что войдёт, то, что это какое-то отношение имеет к телу и ко всем нам. Да, сейчас я... Вот так вот видно. Кто-нибудь кибните? Саш, видно? Отлично. Да. Это КТ лёгких, это просто про размер, и сейчас будет такой скан сверху вниз, и чёрненькое, то, что чёрные, это лёгкие. Просто вот как-то посмотреть их размер, сколько... Ну вот это середина грудной клетки, посмотрите, сколько объёма они занимают по сравнению с подвоночником и мышцами сзади. Просто про этот объём лёгких внутри. Всех грудных мышц, рёбер снаружи, что в грудной клетке почти весь объём он вот в лёгких и в сердце. Это уже переходит в диафрагму. А сейчас тоже видно следующее видео. Вы сейчас видите? Да, спасибо, Настя, спасибо, Саша. Просто я вижу всего три, четыре человека, включая меня, это Настя, Саша и Наташа Крючкова. По вам я определяю, идёт ли видео. И можно как-то тоже прямо много не анализируя, посмотреть, вот как там бьётся сердце, как ходит диафрагма, как расширяются, сужаются лёгкие, как опускаются, поднимаются рёбра. ещё раз вот этот вот. Ксения спрашивает, что за программа с такими видосиками анатомическими? это просто видео у меня. Пусть оно ещё там немножко поиграет, про Илзу Медендорф пока что расскажу, немножко пока дышит, вот это всё вы пока воспринимаете, что Илза Медендорф, она родилась в 1910, а умерла в 2009, то есть 99 лет она прожила. И она была, она из Германии, из Берлина, в 1965 году она основала институт Илзу Медендорф. И, в общем-то, это одна из ранних соматических практик, она возникала и развивалась параллельно со многим-многим-многим прям полем соматических практик, которые были в Германии. Так получилось, ну, так, кстати, часто получается, что вот до каких-то войн и революций культура, культурная среда вот в этом месте начинает скипать. То же самое было до революции в России, там возник авангард русский, много-много-много чего возникло. И так получилось, что в Германии до фашистской возникло очень много телесных практик, танцевальных и терапевтических, соматических. Возникла Бан, возникла Илза Медендорф, возникла еще там куча, ну, целый букет. И Илза Медендорф, ее практика, она, ну, то есть, это не просто дыхательная практика. Я начал, я читал книжку ее ученицы, Сьюзен Бакневиц, она переведена на русский язык. Сейчас брошу в в чат, чтобы у вас было это имя. Эта книжка переведена на русский язык, это ученицы Илза Медендорф. Это было где-то 10 лет назад, там, не знаю, сколько я читал эту книжку, и тут случилась вот эта эра коронавируса, и я начал просто листать, что, какие практики существуют в соматическом подходе, которые как-то работают с дыханием. Вот, Сьюзен Бакневиц в своей книжке описывает, как она работала с астмой, с астматиками, и то есть, это начало 20-го года, века, тогда это еще не лечилось, и у меня как-то это засело, что, ну, какой-то вот подход есть, соматический, который работает с дыханием и движением, и который, ну, типа, работает реально. Я начал смотреть, что есть вообще, так как я знаю только английский, и на английском очень мало материала. Я нашел другого ее ученика, Джона Ховарда, есть всего несколько институтов, не на немецком языке, в основном, как бы, вся структура так и осталась в Германии. И вот, Джон Ховард, он живет в Калифорнии, один из ее учеников, и, по-моему, он директор там, института даже, Сьюзен Баркновитт в Штатах, и у него PHD, и у него есть какие-то на английском книжки и статьи, и вот я, собственно, переводил эти статьи, как-то дополнял еще со всех сторон, и это немножко другие техники, не те, которые предлагала Сьюзен. Вот, весь метод основывается на таком слежении за бессознательным дыханием, то есть, сама Илза говорит, что дыхание бывает сознательное такое, за которым мы можем следить, и таких методов куча про то, как нужно дышать, пронояма, дыхательная система стрельниковой, вимхов, как бы, куча-куча-куча методов, которые учат нас, как нужно дышать. Есть бессознательное дыхание, чем мы дышим ночью, когда не думаем, ну, и днем, когда мы не, как бы, не контролируем дыхание. И в этом плане диафрагмы и дыхание, как бы, они могут лежать в сознательной части, а могут лежать и в бессознательной части. И подход Илзе Мидендорф, он заключается в том, что мы пытаемся отпустить немножко, можно сказать, лобные доли мозга и больше раскрыться в какие-то очень древние слои мозга, воспринимающие. То есть мы пытаемся не контролировать дыхание, а больше как губка всасывать, воспринимать то дыхание, которое существует сейчас в теле. И это дает нам какую-то связь с нашим бессознательным нутром. То есть это дает такой ключ понимания, что с нашим бессознательным сейчас происходит. Это дыхание, оно очень часто отличается от того, как мы привыкли себя видеть, что мы как-то делаем ровные вдохи-выдохи. И то бесконтрольное дыхание, оно может быть глубже, может быть наоборот поверхностнее, может быть разным. Это не обязательно как бы ощущение, это не то, что мы делаем, ощущение это то, что мы впитываем и происходит. Собственно, отсюда начать практику. Пока ты сделал паузу, я хочу встрять, и тут человек спросил, если есть кашель, можно ли практиковать, можешь ответить, пожалуйста? Если есть кашель? Да. Да, 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 можно практиковать, можно кашлять, то есть мне кажется, что тут очень интуитивно, если вы как-то по себе отслеживаете, если вы чувствуете, что от практики вам становится хуже, то, наверное, ее лучше сейчас отодвинуть и посмотреть что-то еще в другую сторону. Давайте мы начнем с того, что я предлагаю всем закрыть глаза на минуту. закрыв глаза мы не будем сразу идти в это дыхание неконтролируемое. Закрыв глаза я предлагаю вам повернуться в другую сторону от экрана с закрытыми глазами в любую другую сторону и откройте медленно глаза и позвольте вашему интересу и вашим глазам выбирать куда вы хотите смотреть. то есть тоже не как бы такое немножко аутентичное смотрение то есть не идти опять такими лобными долями немножко волевое а наоборот позволить какой-то физиологии и чему-то животному рефлексом может быть интересу приковывать ваши глаза в разных частях комнаты пусть взгляд скользит так как он хочет не то как вы решили а идите своим взглядом туда куда падает ваш взгляд что-то как в детстве потому что у маленьких детей еще до формирования структуры воли то что ведет по жизни это интерес и я вспоминаю фразу Нэнси Старксмит здесь учителя контактной импровизации она часто говорила как заменить амбиции интересом мы прям побудем с этим минуту считайте что это вот такая практика медитации следовать за своим интересом мэнси в тем что это не мэнси это мэнси И может быть даже не называть вещи, конечно, в этом есть такая регрессивная часть. Как в детстве, знаете, вещи еще не имеют этих функций, названий, значений. Больше идти, как в дикой природе, за цветовыми пятнами. Шорохами, чем-то еще. Есть такой рефлекс, называется ориентировочный рефлекс. Что-то очень из дикой природы. Это про то, что если бы вы были в лесу и что-то пошуршало, пошугуршало, то без того, без нашей воли мы рефлекторно оборачиваемся туда. И в этом есть одновременно страх и интерес. Страшно, интересно. Очень страшно, интересно. Это про ориентировочные рефлексы. И интерес это что-то, что вообще с чем работают, выводя из всяких травматических состояний. Потому что если это только страшно, тогда это как бы можно считать уже признаком травмы. А если там есть в этом интерес, и может быть интерес это то, что мы можем научиться делать чуть больше. Вот как быть вовлеченным в этот мир и как давать самому интересу, как-то управлять взглядом, не нашей волей. Хорошо, и останьтесь прямо вот там, где вы есть. Смотря туда, где вы смотрите, вы можете остаться с открытыми глазами. И вы можете делать это упражнение дальше. Можете закрыть глаза. Дальше мы пойдем к дыханию. Попробуйте прийти в такое дыхание, в такой вид дыхания, где вы точно так же не выталкиваете воздух и не засасываете его. И в этом как будто много контроля, что в нашей культуре вообще много контроля. Что мы контролируем, куда нам смотреть, мы контролируем, как нам дышать, мы контролируем то, сё. И тело это очень политический акт, такой акт контроля. Как прийти немножко в другой модус, где я больше воспринимаю, что я не контролирую легкие, а я делегирую полномочия легким, это как комьюнити, тело как комьюнити. И легкие сделают, и диапрагма сделает свою работу хорошо за вас. Можно ли просто впитывать то, как уже происходит дыхание? Можно ли просто соединиться с тем ритмом, который есть сейчас? Это дыхание может быть немножко другим, не таким, как вам хотелось бы, или как вы привыкли. Оно может быть глубже, оно может быть поверхности, прерывистое, очень быстрое, очень-очень тонкое, вообще незаметное. И может быть незаметное и очень глубокое, может быть незаметное и вообще неглубокое. И прикройте сейчас все на 2 минуты глаза, даже у кого они закрыты, чтобы чуть больше войти в эту тему с дыханием. Для того, чтобы дыхание происходило, не нужно ничего делать в тот момент, когда это как ловить волны дыхания. Когда происходит потребность кислороде, я просто позволяю этой потребности открывать рот и забирать немножко, втягивать воздух. С насыщением воздуха идет волна выдоха сама собой, и я просто присоединяюсь к этому выдоху. Посмотреть, может быть, между выдохом и вдохом есть какая-то небольшая пауза, в которой можно еще чуть больше отпуститься и расслабиться, потому что выдохи связаны больше с расслаблением. На выдохах поднимается диафрагма, вот эта мышца, которая качает сердце, обретает опору, и сердце бьется чуть медленнее на выдох. А на вдохах диафрагма движется вниз, и сердце бьется чуть быстрее. И на курсе мы позанимаемся этим чуть больше. В общем-то, это то, с чего начинается любое из занятий, вот с отслеживания такого бессознательного дыхания. И чтобы быть в этом хорошо информированным, что любому такому телесному навыку нужна практика, сейчас мы пойдем дальше. Я предлагаю вам уложить ладони рук в область подмышек. Засуньте себе в подмышки одноименный или накрест, мне легче накрест. Вам может быть легче по-другому. И оставаясь в этом непроизвольном дыхании, посмотрите, с прикосновением поменялось ли оно или нет, когда вы обнимаете свою грудную клетку. Что прикосновение, оно влияет как-то на ваше бессознательное. И чуть больше можно размягчить ладони рук, сделать их такими, я не знаю, лапами животного, лапами медведя. Как будто нарастить эти подушечки еще больше. И позвольте своим ладоням также воспринимать движения вашей грудной клетки. Посмотрите, как движутся ребра. Чувствуете ли вы, как ребра раздвигаются и сужаются в этих вдохах-выдохах? Продолжение следует... Представьте, что ваши руки – это какой-то сенсорный экран, который считывает информацию из этого неосознанного дыхания. Посмотрите, как расширяется ли расстояние между двумя соседними ребрами и сужается ли. Что вы знаете о легких? Я специально для этого показывал вот эти картинки. Двигаются ли легкие больше вперед, больше в стороны, больше назад, в сторону лопаток и позвоночника? Когда вы не управляете ими. Представьте, что вы обнимаете этот объем легких своими ладонями. Это одна из первых практик, то есть тогда еще не углублялись такими... Как будто соматические практики в наше время больше подчерпывают из анатомии каких-то знаний. Но эта практика, она позволяет развить вот эту сенситивность рук, чтобы просто качаться на волнах дыхания. Позвольте своим ладоням немножко участвовать в этих движениях. Как будто представьте, что ваши ребра покачиваются как на волнах. Как будто, я не знаю, бревна покачиваются на волнах. Позвольте своим ладоням также следовать вот этому движению, которое происходит там. Что руки, они присоединяются и свидетельствуют это движение, и свидетельствуют этот танец. Илземидендорф называла уже вот это танцем. У него есть такая красивая фраза, что танец — это вытесненное выражение из человеческой целостности. Что если бы мы исследовали дыханию, его движением, то, возможно, мы бы уже танцевали. Хорошо, и теперь уберите ладони оттуда, положите их на коленки и посмотрите, как вы ощущаете легкие ребра, как ваше эмоциональное состояние с двух сторон. И положите ладони на бедра. Я предлагаю вот сейчас сесть тем, кто не сидит. Положите ладони на бедра, и бедрами я называю бедренную кость. Это то расстояние от таза до колена. Вот это как бы бедра в анатомии. И вы укладываете руки на бедра, ладошками вверх, и закрываете глаза. Или делаете их чуть приоткрытыми. И мы начнем с правой руки. Начните скользить правой рукой по бедру, в сторону колена, выпрямляя чуть-чуть локоть и одновременно раскрывая пальцы от ладони. Делаете такое раскрытие, докуда-то, не очень много, и потом возвращать руку обратно в более согнутое состояние. И поэкспериментируйте, как легко, вот так, чтобы это движение доставляло вам удовольствие. Вам легче далеко потянуться, раскрывая ладонь на бедре, так что оно как бы уже уходит за пределы колена. Или где-то, оставаясь на колене, чуть ближе. Правая рука, она расширяется и сгибается в локте и во всех суставах ладони. Идет разгибание, изгибание. И посмотрите, что когда вы делаете разгибание, удобнее ли делать вдох или удобнее ли делать выдох. Я не знаю, может быть, уже было достаточно времени на вот эту первую практику, чтобы если мы бы сидели там побольше в ребрах, то вы бы заметили, что на вдохах дыхание легкие выталкивают немножко плечи и плечевую кость. И попробуйте раскрываться и делать вдохи, и закрывать руку, и делать выдохи. И попробуйте, может, связать даже вот с своим этим дыханием, если оно достаточно глубокое. Если оно недостаточно глубокое, смотрите больше, как движение инициирует дыхание. В какой момент на раскрытие, на удлинение руки вдох сам хочет сделаться? Возможно, это не в самом начале разгибания. Вот у меня где-то это посередине пути. Посмотрите, где вот этот момент, который иннервирует вдох. Вдох. Хорошо, еще несколько раз этой рукой. Я раскрываю все суставы и смотрю, как происходит вдох в какой-то момент, как такое всасывание. Может быть, ладонь тоже, как пылесос, она помогает делать эти вдохи. И в какой момент сгибания, хочется учиться, выдох. И уложите обе руки снова на бедра, ладонями вверх. И посмотрите, есть ли разница между правым и левым, я не знаю, легким. Как вы ощущаете руки, грудную клетку справа-слева. Как вы ощущаете руки справа-слева, где больше опоры, где меньше опоры, где больше тепла, меньше тепла. Любые термины. И сделаем то же самое с левой стороны. И начните раскрывать левую ладонь и одновременно выпрямлять локоть. И попробуйте не делать вместе с этим движением вдохи, а посмотреть, в какой момент разгибания вдох хочет произойти. Может, вообще нигде не хочет, это тоже окей. Может, только выдох сделать несколько раз. Может, на четвертый произойдет вдох. Я скольжу по колену, по бедру и выпрямляю всю руку. Как будто она расширяется оттуда из легкого. И легкое поддерживает это расширение. И я как будто собираю всю руку туда в легкое. Что легкое как будто засасывает всю руку. И я расширяю руку из легкого. Даю ей опору на вдохе. И я туда заглатываю, засасываю руку в легкое. Вместе с выдохом. Диафрагма идет вверх, рука идет назад. Попробуйте поделать обе руки одновременно. Вы можете выдыхать со звуком, если хотите. У вас сейчас у всех выключены камеры и у многих выключен звук. Можете прям поделать такое на выдохе. Расслабляющее, сдающее. И начните двигать руки в любых направлениях. Вверх, бок, чуть выше, чуть ниже. Просто поисследуйте это расширение и сжатие из легких и во всем теле. Может быть, ноги туда же подключить, руки, голову. Вы можете поворачивать, можете быть во всем трехмерном пространстве комнаты, не только на камеру. Просто подвигайтесь 2-3 минуты и перед завершением потянитесь, как кошка, посужайтесь. Посмотрите, вам легче тянуться на вдохах или на выдохах. Очень классно, если вы сейчас все попробуете потянуться вверх. Я предлагаю потянуться вверх всем на вдохе. И потянитесь еще немножко больше вверх. И еще немножко больше вверх. И еще немножко больше вверх. И попробуйте там выдохнуть, что это не очень удобно, что как бы нам нужно сужаться и расширяться. Это то, как живет тело. И попробуйте отпустить это, что как бы нельзя расширяться до бесконечности. Нам, чтобы расширяться, нужно сужаться. И как будто это и есть вот этот непроизвольный танец в дыхании, что тело, оно под этим дыханием расширяется, сужается. Попробуйте подвигаться с этим сужением, расширением. Тянуться в разные стороны со вдохами, выдохами. Что мы не можем быть все время на пике своих возможностей. Нам нужно когда-то сужаться тоже. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . . Ощущение полноты и глубины. Да, человеку все-таки хочется глубже дышать, а не читать. Да, если вы хотите сказать голосом, включайтесь, не стесняйтесь. Привет, вечер добрый. Хочется освидетельствовать то, что когда дыхание становится более произвольным, я просто с малышом, интересно, что получается большая такая соностройка, и ему намного спокойнее. И я была удивлена, на самом деле, той огромной волне вдоха, которая вообще может моё тело, когда я просто не бедаю. Это с правой стороны и очень много чёса. С левой стороны я прямо поняла, и очень сильно я замося с руками. Такая живая история. Предвкушаю продолжение на курсе. Спасибо. Спасибо, Эльвира. Спасибо, Эльвира и Александр. Мне нравится, конечно, это ещё практика за её простоту, что на самом деле все упражнения суперпростые. Вытягивайте руки в действительности, что там и подышать. Но как-то вот она всё равно делает контейнер, как мы это делаем, и у Танитиндор, я имею в виду, и Джон Фовард. И как-то вот этот контейнер даёт что-то ещё раскрыться. Привет. Ты меня слышишь? Мы идём. Здесь я камеру. А вот. Привет. Ты меня видишь? Да. Света у тебя на Израиле. У меня есть к тебе вопрос по поводу вот этой. Наверное, не будет видно, но тем не менее. Было вот это упражнение с коленом и с вытягивающейся рукой. Я заметила, что когда я это делаю, то у меня задействуется голова и позвоночник. Идёт скрутка. Я несколько раз повторила. И я обратила внимание, что на левую часть у меня как-то меньше. Но всё равно вот это вытягивание руки, оно ведёт за собой плечевой сустав, и подключается позвоночник, идёт скрутка в верхней части корпуса. Я обратила внимание, что меня это приводит к скрутке. А ещё я заметила, что в конце, когда надо было подвигаться и отслеживать дыхание, то мне было сложно уже отслеживать дыхание. То есть, как бы, вот это вот момент контроля и бесконтроля. На самом деле тогда встаёт вопрос, как бы, нужно ли подключать этот контроль в конце и следить за дыханием самим. То есть получается, что вроде как для меня существует какое-то противоречие между, знаешь, ну, как бы озвучивается сначала, что дыхание бесконтрольное, но прежде нужно контролировать мои вдохи и выдохи и отмечать их. Тогда в какой-то момент подключается, возможно, контроль. Вот, то есть насколько я могу просто быть в observation и наблюдать там этого процесса. Ну, то есть, как бы, такой момент философский. Можно я такую вещь уточню? То есть, получается, задание отслеживания включает контроль, что не получается отслеживание без того, чтобы включать контролирование, да? Ну, когда в какой-то момент это идёт интеграция, интегрирующее движение, когда в конце мы просто двигаемся, вот, и нужно всё равно, как бы, отслеживать, что происходит больше вдоха или выдоха, вот, в этот момент для меня идёт какое-то противоречие. По крайней мере, вот сегодня это так. Может, завтра это изменится. Вот, но, как бы, тогда мне нужно немножко отслеживать и включать ещё какую-то функцию себя, чтобы контролировать в некотором роде, да, отмечать. Окей, да, понятно. Я это добавлю, здесь ещё человек пишет. Сложно понять, а точно ли нет контроля, когда очень много внимания. Вот это, наверное, приблизительно в этом же случае. Окей, да, Тём, тогда тебе слово, может, ты хочешь сказать про это? А я отключу свой микрофон. Ну, про первое, про скрутку. Ну, да, я дам свой комментарий, но я хочу сделать такое предисловие, что во всех соматические практики, они эмпиричны. То есть эмпиричность — это, как бы, слово, означающее то, что опыт, он важнее внешнего центра, что ли. И поэтому, как бы, делать скрутку или нет, я на самом деле не знаю, ну, в смысле, что это может быть так и так. И, мне кажется, очень важный фактор собственного удовольствия от движения и, ну, вот какого-то собственного потребности, что ли, телесной так делать. Если, потому что, как бы, в этом и есть отличие соматических практик от, допустим, того, когда мы идем к, ну, какому-то специалисту, массажисту, остеопату. Потому что есть специалисты, которые говорят, как нужно делать, и это забирает, как бы, ответственность меня за мое тело. Я просто говорю, скажите, как надо мне делать, и как нужно там дышать, и как нужно двигаться. И соматический подход, он немножко с другой стороны подходит к этим всем вопросам. Это скорее про то, что как вот тот, кто практикует, может изнутри каким-то, я не знаю, инстинктивным способом распознать, какое из простых движений наипростейшее или, как бы, лучшее враг хорошего. Что, как бы, для меня сейчас является самым удачным. И вот это, скорее, соматические практики. Когда я повторяю за тобой это движение, то есть я могу вот из себя сказать, что у меня было по-другому, у меня, как бы, корпус был на месте. И когда я оставляю корпус на месте, тогда я, как будто, якорю себя больше в плечевом культаве, что, как будто, если мой корпус на месте, то я вырастаю отсюда. А если я иду... Покажи себя полностью, пожалуйста, как ты это делаешь. Ради интереса. А когда я иду в скрутку, я якорю себя из бедра, что, как бы, тогда, то вот это становится краеугольным камнем для меня, что, как будто, вот я отсюда тянусь на самом деле. А почему, как бы, ты не продолжила туда лететь от носка и не улетела вся, как бы, от кончика стопы, что, как будто, может, там быть начало, вообще, движения. Слушай, ну, ой. Я предлагаю, может быть, для того, чтобы... Да, это личный опыт, я поняла, я потом тебе расскажу. Да, да, давай. Чтобы больше людей имели возможность. Да, давай. Там была еще тема про контроль. Один из моих учителей, Кристин Пол, она как-то на одном воркшопе давала такую разницу, но на английском это вообще красиво звучит, что там слова очень близкие, attention и intention. Что, вот в чем разница между вниманием и намерением, про то, что во внимании не обязательно должно присутствовать намерение контролировать, вот как можно это attention, внимание сделать больше воспринимающим и меньшим ведущим от этого момента, что ли. Если я просто, как бы, перцептирую, воспринимаю без надежды что-то улучшить, изменить, тогда это, как бы, вот это внимательное attention. Но если там есть какое-то экстра, тогда там уже, получается, есть какое-то намерение, и вот в этом для меня разница. Можно просто, это тоже что-то эмпирическое, то есть я не знаю, как туда прийти, это хороший вопрос для исследования. Можно вопрос задать? Да, можно. Да, давайте, давайте. Да, вот очень клевое, спасибо большое, очень большое наполнение как бы воздухом, такое ощущение, что до пяток дошло, дошел этот воздух, и я ощутила, что как будто мои легкие маленькими такими связочками приделаны ко всем другим конечностям, я не знаю, там, другим органам, и все это взаимосвязано как будто капиллярчиками такими, только как бы мышечными, что ли. И вот это, когда все расширяется и воздухом наполняется, и что другие органы подпитываются, какое-то волшебство, я это почувствовала, очень здорово, приятно. Спасибо большое. И тут я решила поделиться, и мне стало немножко страшновато, да, но я чуть-чуть стала переживать, и как бы диафрагма поджалась, и этот эффект волшебный ушел. И я вспомнила, что я вот, когда нервничаю, у меня эта диафрагма поджимается, и вот этот, как бы, стресс-диафрагма, я бы так ее назвала, сама придумала, да. Можешь порекомендовать, пожалуйста, может быть, есть какая-то штучка или фишечка, как себе помочь, помогать в такие моменты, потому что дыхание тогда скомкивается, и, ну, как-то грустно становится телу. Ну, мне как, мне вот, всем этим. Вот есть какой-то подход, или, ну, вот, если можно, спасибо. Да, спасибо большое. Я хочу сказать про вот эту связанность легких сначала со всем телом, что, правда, легкие висят на связках, и связки – это, как бы, часть соединительной ткани, связки уходят, перерастают в кости, и, как бы, тело все связано. И мы можем посмотреть капилляры и сосуды, как еще один вид соединительной ткани, и на этом уровне там тоже все связано. У меня, как бы, есть вот этот кровеносный скелет, который связывает все, и это еще один вид того, как все связано. И, ну, да, спасибо. Я сегодня утром вел группу закрытую для танцоров, и мы там тоже работали с легкими. Они делают перформанс в Москве, через месяц покажут, и перформанс называется «Дыхание». И так как это очень совпало с тем и сего, они позвали меня немножко попроводить разминки. И вот там мы, как бы, часто вспоминали эту фразу, что птица летает не крыльями, а всей птицей. И это про то, что мы, как бы, дышим всем собой, а не только легкими. И, как бы, это и есть дыхание, и узнительность, про то, как прийти к этой целостности, что это не только легкие дышат, а все тело, как бы, жатый, не дышит. А, про диафрагму. Ну, когда ты описываешь знакомый, у меня, как бы, точно так. Здесь, на самом деле, много и техник, как с этим можно работать. Что-то из простого, допустим, вот, как бы, все эти южные техники, когда выдох, он больше связан с расслаблением и прям намеренно поделать дольше выдохи. Но, вот, с точки зрения, как бы, биологии, с точки зрения дыхания, для того, чтобы оно изменилось, нужна безопасная среда. Как бы, сама сейчас сказала, что это, как бы, отклик на опасную среду. И получается, что я, как бы, хочу контролировать, опять, сам страх я контролировать не могу. У меня есть биологические, как бы, потребности, то, как мое тело сжимается на опасность. Но я хочу контролировать то, что, как бы, я ощущаю это не опасным. И, на самом деле, там происходит некоторая, даже, рассинхронизация мозга. И, как бы, это вводит в некоторый ступор и в заморозку, если, как бы, мне страшно. Но я активно пытаюсь делать то, что мне, как бы, не страшно. Я думаю, что с позиции, как бы, соматики и Нилзе Нидендор, то нужно сюда снова прийти к этому бесконтрольному, ну, вот, осознаванию вот этого дыхания и позволить ему быть быстрым, учащенным. И, как бы, идти, менять среду и смотреть, как оно меняется. Потому что это, ну, биология. Хочу просто сказать, что в этом месте как раз и случаются вот эти, как бы, зажимы, что ли. Потому что, вот, допустим, произошел какой-то зажим где-то, и головной мозг говорит, что мне не нужно здесь быть, мне не нужно быть в этом страхе. И мы на самом деле не решаем систему биологически, потому что, как бы, вот эти первичные рефлексы у нас все равно существуют. Но мы вот этим вот контролем не даем ситуации самой разрешиться биологически. То есть, этому нужно просто время, и тело оно само сделает. У нас это, как бы, зашито. Вот эти инстинктивные систематические техники, они ведут к доверию тела. Но если, как бы, говорить «разожмись, разожмись», оно там еще больше зажимается, то, как бы, эту зажатость может сравниться там годами. Потому что я, как бы, просто не дал этому самому как-то сделать. Можно я добавлю сюда буквально на пару предложений? Да-да. Что в тот момент, когда ты, например, заметила, что ты начинаешь там поджимать диафрагму, и тебе, возможно, это не нравится, ты бы хотела, чтобы это не происходило, то как бы то движение, которое происходит, ну, то есть мы его как бы начинаем, а потом бессознательно его же останавливаем. И не даем ему закончиться. И поэтому, если ты заметил, что ты сжимаешь диафрагму, ты можешь спросить себя, может быть, это даже не диафрагма я сжимаю, вообще я всю себя сжимаю, и в диафрагме там это отражается, да? Но, может быть, я дам этому произойти как движение, и дам этому закончиться, и дам этому сбыться. Я хочу спрятаться? Не делать вид, что я не хочу спрятаться, а для этого спрятаться. И прям, ну, как бы, и посмотреть, а если это движение случится, какое движение придет за ним? И за ним, может быть, придет какое-то третье, четвертое, пятое движение, ты не знаешь, какое оно. Если как бы дать процессу быть, а не останавливать и не отменять его, потому что отменять не работает. Я, может быть, почитаю чат быстренько, пока здесь просто написали достаточно. Давайте три минуты перерыв, слушаем чат. Давай. Руки были как бы тяжеловатые, чтобы следовать за импульсом в крючах. Очень понравилось ощущение волн дыхания, когда обнимали руками. Спасибо. Раскрытие внутрь получается. Больше осознанности в теле, глубже и шире внимание ко всем частям тела, более объемное и спокойное восприятие тела в общем. Очень тепло стало в области груди и плеч, и оно продолжает растекаться. Наполнение очень ощутимое и очень теплое. Я чувствую глубокое расслабление и расширение грудной клетки, как будто объем легких значительно увеличился. Делала все упражнения лежа, поскольку уже не было сил сидеть после долгого рабочего дня. В конце упражнения почувствовала дыхание стоп, как будто раскрылись поры подошв в стоп и дышат. У меня нет скрутки, просто руку вытягивать. Благодарю, Артем, очень интересно и хочется продолжать исследовать. Так откликается. Дайте, пожалуйста, ссылочку на книги Ольга написала. Очень откликается про замирание, когда убегаю из страха. Работаю с поющими детишками. Звучат дети в предлагаемых обстоятельствах песня хорошо, а позвучать свободно не могут, зажимаются. Как отпустить себя, то есть деток. Спасибо. Мне кажется, надо выйти из зала, и они начнут проявлять себя свободно. Ну, то есть отпустить их в прямом смысле. На самом деле, ну да, есть вопросы, на которые я не могу дать ответ, потому что просто я не работаю с детьми. Я уверен, что это работает, но как... Слушай, я могу подсказать такую вещь, что просто если какие-то вещи прямо называть и давать позволение, там сейчас, например, давайте покрепляемся, не знаю, давайте поиздаем неприличные звуки, давайте покорчим рожи, там что-то такое, но нужно не сказать, сделайте это вы, а прямо, ну, то есть тоже быть этим и сделать это само, если ты сама это можешь делать. Есть шанс, что, может быть, не сразу, но они тебе поверят. Возможно, не сразу, у них тоже есть, ну, какой-то... Они же находятся в ситуациях, где разные статусы, и, конечно же, как бы их поведение обусловлено в каком-то смысле, не то, чтобы они прям совсем не свободны. Вот, соответственно, посмотреть, как там можно создать безопасность, и дать им время на то, чтобы к этой безопасности адаптироваться и поверить в нее. Что-то еще? Все, пока что в чате больше ничего нету. Я не знаю, может быть, уже есть завершение. Да, да. Когда я думаю мозгами, то у меня очень поверхностное дыхание. Вот, будто рассинхрон, то есть либо расфокусированная мысль, отсутствие там такое, да, либо сфокусированная, но тогда, увы, дыхания нет. Вот это как бы решается как-то, объясняется. Вот давно еще ответ на этот вопрос прям намалилась. Решается ли, можно ли как-то расслабиться здесь? Нет, расслабить дыхание, когда есть мысль. Просто получается, что либо мысль, тогда дыхание маленькое поверхностное, и это очень ужасно, потому что, ну, как бы устает тело. Ну, я устаю в таком состоянии. А хочется свободно дышать, и при этом мысли не терять. Или, ну, это противоречащие по соматике процессы? Может, я что-то хочу опять, чего-то несостыкуемого? Или можно это добиться как-то? Можно я вставлю что-то, что не является прямым ответом на вопрос? Но оно как бы сюда. Ну, когда мы говорим «дыхание», это очень… Ну, то есть это как будто бы мы понимаем, о чем говорим. То есть такое слово, как будто «да, дыхание, надо расслабить дыхание, изменить дыхание туда-сюда». Нет никакого дыхания. Есть человек во всей своей проявленности. Через дыхание оно тоже проявляется. Если мы как-то дегоризуем, что это как дыхание, то мы как бы через это начинаем наконец что-то там видеть. Ну, как бы один из способов что-то заметить, да, вот, например, можно смотреть на цвет кожи, можно на дыхание смотреть, можно еще на что-то. Это всего лишь один из таких как бы заметных со стороны параметров. Но это не дыхание происходит, там нет никакого дыхания самого по себе. Это ты. Ну, соответственно, когда ты говоришь, что сделать дыхание, могу ли я одновременно думать и дышать. Нет никого дыхания. Дыхание есть при этом. Конечно же, дышит каждая клетка. И вот твои клетки не перестают дышать в тот момент, когда ты думаешь. Ну, да, есть, как я уже сказала, там какое-то остановленное движение. Возможно, ты для того, чтобы сконцентрироваться на мысли, замираешь. Возможно, у тебя нет опыта там думать, не замирая. И дальше это может быть очень много разных методов работы, включая работу, не знаю, с убеждением, или просто получение такого опыта, там, заниматься дыханием и параллельно пытаться о чем-то думать и посмотреть, как это сочетается. Но это вопрос эксперимента, это не вопрос того, чтобы какой-то совет дать на эту тему. Понятно. Что тема с тем, что перед ним. Я почему-то вообще подумал, ну, еще за несколько вопросов до, то, что в медитации mindfulness очень похожая же штука. Это просто наблюдение за всем, что есть, просто за всем, что всплывает в такие пузыри. Ну, а тут мы как будто все равно делаем вот этот канал восприятия каким-то очень определенным. Тебя не слышно, Тём? Да, это странно. У меня микрофон 7. Нет, слышно хорошо было. Слышно. Саш, не слышно тебе только? Слышно. Отлично. Слышно. Я не знаю, я тоже как бы вот честно, в такие все моменты я как бы не берусь решать, как лучше тебе, что как будто тебе лучше думать или не думать, дышать или не дышать. Просто я предлагаю проверить, что, я не знаю, как-то пойти туда. Ну, вот есть у нас вот эти два инструмента, да, intention и attention, намерение и внимание, что, может быть, все-таки какая-то часть намерения нужна, чтобы оставаться с дыханием, есть такая задача. А может быть, просто все отпустить и сделать этот mindfulness. Ты попрактикуешь и расскажешь нам, как это было. Я бы еще, знаешь, поставила под вопрос, а не под вопрос, а именно как бы предложила бы тебе прояснить, что для тебя, что ты называешь словом «думаю», то есть, может быть, в другие моменты ты тоже думаешь, просто не называешь это словом «думаю». Может быть, это просто какие-то разные темы или разные качества твоей мысли, да, и что ты называешь словом «дышу». И чтобы я, ну, не знаю, с чем бы я начала интересоваться, это не «как это изменить», а «как я это делаю». Потому что когда начинаешь просто проявлять внимание, вот я, например, сейчас задумалась, о чем ты перестала дышать, не думать, как бы мне теперь словом начать дышать, несмотря ни на что, а замечать, как я перестала дышать, что я для этого сделала. Когда ты начинаешь присваивать себе этот процесс, тогда ты можешь им управлять. Вот, и, ну, не... Как бы начать его себе присваивать не из идеи управлять, а из идеи вообще как бы себя изучить, как я это делаю, возможно, в этом есть какой-то глубокий смысл для тебя. И когда ты себя изучаешь, тогда просто от качества твоего внимания уже процесс начинает идти совсем по-другому. Даже без того, чтобы ты намеренно там делала какие-то упражнения или что-то там для того, чтобы это изменить. Оно меняется именно от внимания. Но вот, как Тёма сказал, есть тонкости. Если внимание с таким подспудным намерением, я сейчас тебя изменю, оно будет отстаивать свое право быть. Понятно, спасибо. Окей. Я бы взял там 4 минуты на завершение. Я чувствую, что как будто уже долгий круг и мой какой-то уровень контейнирования вопросов истекает. Я начинаю отвлекаться и уплывать. Поэтому, может быть, прям последний, если есть, и мы будем прощаться. Тёма, Саша, спасибо, пишет Кирилл. В теле стало свободнее. Спасибо, да. Мне тоже. Спасибо. Дайте название книг и авторов. Я там писал в чате. Сюзан Баркновиц. Это как раз то, что есть на русском языке. А то, что ты говоришь, что ты переводил, это где-то доступно? Джон Ховард. Это доступно на английском. Можно вбить Джон Ховард. Сейчас пишу тоже. Если у вас есть English. Так нет, а я говорю, а то, что ты переводил, это можно где-то твои переводы познакомиться? Мои переводы нет. Они, ну, как бы я их не публикую. Ну, то есть, что-то я публикую. Можно мои переводы других книг посмотреть. Например, Body Earth? Body Earth, да. Как бы есть такой сайт соматический Body and Earth. Сейчас тоже спешу. И я его полностью перевел. И Маша Грудская отредактировала. Это сайт с семидневными практиками соматическими на каждый день. Так, я что-то не вижу. Борис пишет. Спасибо, Артем и Саша. Мне бы хотелось такого хорошего расслабления и углубления каждую пятницу вечером. У нас будет такое хорошее расслабление и углубление каждый вторник-четверг в течение всего октября 6-го числа. Начиная, так что можно присоединиться. Артем будет вести, я не буду вести. Я буду параллельно вести другой трехмесячный курс «Дело мой дом». Но, скорее всего, вы про него уже знаете. Если что, в блоге можно посмотреть. Скажи тогда, Артем, к тебе зарегистрироваться как? Через группу в Фейсбуке или как к тебе зарегистрироваться? Можно написать мне. Есть группа в Фейсбуке, есть группа в ВК. Я оставлял эти все комментарии. Я старался под каждым репостом оставлять. То есть там везде, в любой группе есть форма регистрации. Нужно заполнить форму, и вам придет письмо. Здравствуйте, вы зарегистрированы. Супер, хорошо. Ну все, тогда будем прощаться. Будем оставаться на связи. Если вы не подписаны на Тему или на «Тело мой дом», подписывайтесь. Какая группа в Фейсбуке. Если вы видели какой-то пост про вот этот вот класс, то там же в комментарии к посту вы найдете ссылку на группу в Фейсбуке, на события в Фейсбуке. И по ней пройдете. В крайнем случае, загляните на страничку ко мне или к Теме. На любой страничке сейчас вы найдете объявление про этот самый класс, в котором сейчас участвуют. Вот. Ну все, тогда до встречи. А вот тут Артур Станкевич кинул прямо ссылку в этот самый, в чат сюда. Можно прямо оттуда ее открыть. Спасибо, Артур. Саша, ты такая красивая, невероятно красивая. Просто привет тебе большой. Все, до встречи в разных других прекрасных пространствах. Спасибо всем, кто был. И так классно, что было столько людей, которых мы очень знаем и любим, и что есть незнакомые люди тоже. У нас сейчас 100 человек. У меня есть подозрение, что на самом деле людей было больше. Просто Zoom не пропускает больше 100. Вот этот аккаунт. То есть, видимо, еще остался кто-то. Ну и запись мы выложим. Да. Все. Спасибо всем. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Так. Пока. Спасибо. Мы написали, мы просто все это прочитали. Но я ничего не слышу. Спасибо. Пока. Тем, тогда, да, тогда сохрани записи. Можно, пришлешь мне ее, я выложу. А ты, разве не ты написала? А, вот, это я могу стоп. Жень, да. Ну, это твой Zoom, как бы, в смысле, что ты, она у тебя сохранится. Либо ты можешь мне ссылку прислать. Спасибо. 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 Спасибо.